Здравствуйте! На первом областном программе «Персона Грата». Меня зовут Виктория Панина. Сегодня мы подводим некоторые итоги уходящего 2014 года учебного. Каким он был для Орловских школ? Конечно, мы будем говорить о ЕГЭ. До единого государственного экзамена остается несколько дней. Сегодня гостья нашей студии руководитель Департамента образования и молодежной политики Орловской области Галина Казначеева. Приветствую вас! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что сегодня будут звучать вопросы не только от меня, но и от наших зрителей. Мы сегодня выходим в прямом эфире. В нашу студию можно дозвониться по телефону 76 10 28. Ну а начну я. Итак, федеральные телеканалы сейчас активно транслируют социальную рекламу на тему ЕГЭ. Главная мысль звучит каким образом? Ты можешь, не волнуйся, ты талантлив, сдаем ЕГЭ честно в этом году. Вы, как руководитель областной системы образования, полагаете, что в этом году в нашем регионе ЕГЭ действительно будет проходить честно? Что для этого сделано? Во-первых, я хочу сказать, что ЕГЭ всегда должен проходить честно. И в этом году, и в предыдущие годы. И мы на это ориентировали как детей, так и их родителей, так и педагогические коллективы. Поскольку регион уже не один год сдает итоговую аттестацию в этом виде единого государственного экзамена, поэтому и педагогические коллективы, и образовательное сообщество, и наши школьники подготовлены к тому, что если ты в течение 10-11 класса, потому что старшая школа, именно 10-11 класс, когда ребята совершенно четко знают, что кроме русского языка и математики, они выбирают предметы те, которые им нужны для поступления в ВУЗ. Если ты в течение этих двух лет целенаправленно, планово занимаешься выбранным предметом, то ты в любом случае сдашь единый государственный экзамен. Представитель областного родительского комитета была в нашей студии вот на этой неделе, подтвердила ваши слова, что она также учитель, как и вы, равно так же. Необходимый балл можно сдавать. Это действительно возможно. Если выше 100, то там, конечно, есть дополнительные трудности, но мы об этом тоже поговорим с вами сегодня. Вот в предыдущие годы выпускники признавались, что все-таки на ЕГЭ возможно воспользоваться шпаргалкой. И они пользовались. Об этом мы не писали в социальных сетях. Я сейчас попрошу вывести на экран нам информацию. Фотографии того, как вот это происходит, ну вот, собственно, традиционный способ. Не хотелось бы, чтобы это прозвучало сейчас как реклама. Вот способ, инновационный, зеркалами, скорее всего, шарж, но кто знает, все, наверное, возможно. Вот хитрая самая, на мой взгляд, придумка. Муляж, рука, соответственно, настоящая рука с телефоном под столом. И вот это нано-айпод. По сути, маленький компьютер, который встраивается в часы и мимикрирует, как часы. Вот с этого года вводятся новые меры за честность на ЕГЭ. Как установка металлодетекторов, как видеонаблюдение. Вот такие ужесточительные меры связаны с тем, что такое списывание повальное. Почему? Повального списывания не было. Это я могу сказать совершенно точно. Потому что в каждой аудитории по нормативам прошлого еще года было всего 15 учащихся и два педагога-организатора. Поэтому два учителя на 15 человек, конечно, всегда могли увидеть, и это возможно уследить. Вполне возможно. Три часа все-таки. И три часа, и более. В этом году у нас аудитории увеличились. Это может быть и 25 детей, и 30, в зависимости от площади, где пишут ребята. И остались те же два организатора. Но мы говорим ребятам, не нужно тратить время на поиск шпаргалки. Если вы ее готовили, то это очень хорошо, что вы ее подготовили. Только оставьте дома. То есть вы таким образом просто привели в порядок свои знания, которые у вас были. Зрительная память опять же. Вы приведете в чувство те темы, которые, может быть, были значительно раньше. Но не нужно тратить время на попытку обмануть себя и других. То есть вот эти средства для того только лишь, что, если я правильно понимаю, увеличилась аудитория, больше у людей, сложнее контролировать. И дети не будут запуганы вот этими средствами. Но, во-первых, я хочу сразу сказать, запугивать цели нет ни у кого. Есть цель помочь. Потому что бывали случаи по прошлому году, когда ребенок напишет работу, проходит несколько дней, он вдруг понимает, что справился не на тот балл, на который бы хотелось бы, и начинает подавать документы о том, что ему было плохо во время экзамена. Только мы это не заметили. А сейчас будет полная возможность и полная ясность увидеть, на самом ли деле ребенок себя чувствовал плохо, просил, чтобы его отпустили в медицинскую комнату и так далее. А все, что касается тех форм, которые сегодня просто ужесточают проход на пункт сдачи единого государственного экзамена, я считаю, что это правильно. То есть никаких людей лишних, посторонних быть не должно. И ребята, которые допущены до экзаменов, должны в совершенно спокойной обстановке писать с чистой головой, без мобильных телефонов, не отвлекаться. И я бы просила и родителей, и детей нас услышать. И нацелить на это. У нас, мне подсказывают, есть звонок в студию, давайте выслушаем нашего телезрителя. Вы в эфире? Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Можно задавать вопрос. Как зовут вас? Добрый день. Я Сергей из Орла. Мой ребенок сдает ЕГЭ в этом году. Я хотел бы Галина Анатольевна задать вопрос. Пожалуйста. Уважаемая Галина Анатольевна, скажите, пожалуйста, очень сейчас много информации про ЕГЭ. Вот скажите точно, в какое количество вузов можно подавать одновременно документы и на какое количество специальностей в каждом вузе? Понятен вам вопрос? Вопрос понятен. Всегда и в прошлом году, и в этом году можно было выбирать пять вузов и выбирать три специальности в каждом вузе. То есть 15 возможностей выбора есть у вашего ребенка. Хотя, вот как учитель, я бы хотела посоветовать сусте круг выбора, чтобы уже точно, совершенно ваш ребенок был сориентирован именно на ту специальность, к которой у него лежит душа. А не на ту специальность, по которым легче всего поступить по результатам ЕГЭ. И еще обращаю внимание, в этом году на бумажных носителях результатов сдачи ЕГЭ выдаваться не будет. То есть ребенок сдал, он знает, какой у него балл по математике, по русскому языку, по истории. При сдаче документов в вуз он указывает балл, а у вуза есть право войти в федеральную систему и проверить, на какой именно балл сдал ребенок. Так что сертификаты не потребуются. Еще на новации этого года, если я только не ошибаюсь, результаты действительно в течение четырех последующих лет. Это удобно для тех, кто проходит военную службу, например. У нас есть еще один звонок, давайте выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, как зовут вас? Добрый день, меня Надежда зовут. Если можно чуть громче, простите, Надежда. Алло, еще раз, здравствуйте, Надежда меня зовут, я из Орла. Мой ребенок переходит в этом году в восьмой класс, соответственно, в скором будущем нам предстоит сдача ЕГЭ. И как бы уже сейчас обсуждая моменты со знакомыми родителями, вот они мне сказали, что без репетиторов сдать ЕГЭ невозможно. Ну, соответственно, у меня вопрос, почему нигде об этом не говорят в открытую, и получается, что до последнего момента мы не будем знать, что нужно нанимать репетиторов. Спасибо вам большое за звонок. Понятен вопрос, я думаю, да, я хотела, кстати, аналогично задать. Вопрос понятен, волнение мамы своевременно. Я хочу сказать, что седьмой, восьмой класс, это как раз то время, когда родители вместе с ребенком должны четко определиться. Ребенок идет в десятый класс. Если идет в десятый класс, какой вуз он выбирает, какую специальность он выбирает, то есть какие предметы по выбору он будет сдавать в одиннадцатом классе. И вот чтобы не ориентироваться на репетитора, а ориентироваться на целенаправленную работу в девятом, в десятом и в одиннадцатом классе, нужно уже четко знать, что углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, либо физико-математического. Хотя заявлять об этом ребенок будет до первого февраля того года, когда он будет учиться в одиннадцатом классе. То есть, насколько я понимаю, репетитор это не новое обязательное реалие сегодняшних дней? Репетитор это желание родителей. Я бы даже более того говорила, что ребята наши лучший всего результат показывают, когда в десятом классе вместе с посещением школьных дополнительных уроков, дополнительных курсов элективных, начинают посещать вузовские курсы подготовки для поступления именно в этот вуз. Потому что они встречаются с педагогами, они общаются с ребятами из других школ и понимают, в какой части знания его по предмету западают. И поэтому, возвращаясь в школу, он общается со своим учителем-предметником, и тот ему помогает, совершенно реально помогает изучить материал более глубоко или вернуться к той или иной теме, которая у него недостаточно хорошо запомнилась, усвоилась. Очень хороший совет, хорошо, что мы узнали об этом сегодня, Калина Анатольевна. Вопрос еще такой. В конце минувшего года появилась новость о том, что с 2014-го перестанут выдаваться золотые и серебряные медали, вместо них некие цветные аттестаты. И вот это поощрительная такая мера для учеников, которые... Во-первых, не совсем так. Аттестат выдавался и будет выдаваться. Аттестат, да. Но вместо... Речь шла о том, что вместо золотой и серебряной медали будет некий цветастый, непонятно какой. Что все-таки? Потому что информации было много, противоречиво, отменяют. Вот в этом году те, кто получили высокие баллы по ЕГЭ и кто хорошо, отлично учились, что они получат? Во-первых, аттестат с отличием был и остается. Только если во все предыдущие годы аттестат с отличием не отличался по цвету от аттестата обычного образца, то в этом году он будет отличаться и будет красного цвета. Фиолетовый будет для всех, а красного цвета будет для тех, кто учился на отлично и имеет право на получение аттестата особого образца. Что касаемо золотой и серебряной медали, поощрительной. Да, до прошлого года это были золотые и серебряные по всей стране. В этом году они отменены по всей стране. Но наш регион принял решение, что медаль для поощрения отлично успевающего ребенка Орловской области останется. Поэтому все дети, которые учились на отлично, получат в этом году вместе с аттестатами медаль Орловской области отличник обучения. Уже перебиваю, да потому что есть еще один звонок. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена. Я вам из Ливен звоню. У меня такой вопрос. Дело в том, что недавно в Орловских новостях я слышала, что этим летом детей планируют отправить на отдых в Крым. У меня дочка, школьница, в пятом классе учится. Я бы тоже хотела ее отправить отдохнуть к морю. Хотелось бы, конечно, бесплатно. Скажите, пожалуйста, это возможно? Ну и если да, то что для этого нужно сделать? Хороший вопрос. После выпускных экзаменов нужен отдых. Во-первых, я хочу сказать, что вся система наших оздоровительных лагерей продолжает работать. Мы ни на одного ребенка меньше услуг не предоставим. А то, что в этом году у нас появилась возможность отправить детей в Крым, это на самом деле так. В очень скором времени дети из интернатных учреждений и детских домов в количестве 100 человек по поручению губернатора уедут в Артек. И уже 1 июня они там будут. И в течение лета еще 100 детей из Орловской области будут отправлены для отдыха в различные здравницы Крыма. Бюджет берет на себя финансирование пребывания детей и поездки. Поэтому, если ваш ребенок занимается в творческом коллективе, в ваш профсоюзный комитет вы можете обратиться. Если вы работник бюджетной сферы, то обязательно обратитесь к начальнику отдела образования вашего района, в данном случае Елена Изливин. Мы вас берем на заметку и при формировании групп будем иметь в виду вашего ребенка. То есть это не только дети-сироты? В принципе, это возможно? Вторая поездка это не только дети-сироты. Хорошо. Еще вот последний, наверное, вопрос. У нас немножечко времени остается. В целом, летний отдых у нас в Орловской области, в Орловских лагерях. Потому что многие хотят, ну вот, хотя бы в Орловчанку пристроить хотя бы на одну смену своего ребенка. Насколько, кто имеет такую возможность и как долго нужно отстоять очередь, если такова и есть? Первая смена начнется вот уже очень скоро. У нас первый заезд в наш лагерь Солнечный уже будет 31 мая. Наши лагеря сейчас готовятся к приему детей. И со следующей недели начинается приемка в течение трех дней. Она закончится. В лагерях первая смена скомплектована, поэтому если родители еще не определились, то у вас есть возможность второй, третьей и четвертой смены. Занимаются этим управление образования в районах, в городе Орле управление молодежной политики, отделы социальной защиты и поэтому предприятия бюджетной сферы. Поэтому если родители еще не определились, им необходимо обратиться к руководству своих предприятий. Есть такие дети, которые и одна, и вторая, и третья смена или, ну быть может, каждый год. Есть такие, которые только лишь мечтают об этом? Мы индивидуально рассматриваем потребности каждого ребенка. Поэтому если ему нравится лагерь, если он хочет остаться там, мы найдем возможность предоставить не только отдых в одну смену, но в несколько. Спасибо. Спасибо вам за интервью. Желаем вам успехов. Спасибо. На ЕГЭ будем следить за новостями. Я напомню, это была руководитель департамента образования и молодежной политики Орловской области Галина Казначеева.